Всем привет! Девочки, сегодня я хочу поделиться своими находками, которые с удовольствием применяю. Я расскажу о маске для устранения отека и создания четкого овала лица, покажу удобный вариант использования маски, если нет времени находиться с ней в положении лежа и покажу, как в домашних условиях провести салонные популярные процедуры. Это видео я решила назвать мои шикарные находки и если вам интересно о них узнавать и такой формат видео вам понравится, напишите об этом в комментариях. Первая моя находка это бандажная маска для четкого овала лица. Очень она мне понравилась в первую очередь тем, что она помогает контролировать положение головы и об этом я часто говорю, так как постоянный наклон головы вниз способствует смещению мягких тканей и во-вторых компрессионная маска обладает дренажным эффектом и устраняет отек. Я производитель это закрыла, потому что нам не заплатили за рекламу, да? Тут нет названия. Точно? А под пальчиками? А если найду? Перед применением маски можно сделать несложный комплекс для устранения второго подбородка или комплекс для четкого угла молодости. Ссылки на эти комплексы я обязательно оставлю в описании. После того, как мы выполнили комплекс, можно нанести легкий увлажняющий крем или сыворотку. Можно ничего не наносить, так как на внутренней стороне маски есть гелевый слой. Отклеиваем бумажную подложку с маски. Немножко ее растягиваем, прикрепляем к центру подбородка и фиксируем заушные раковины. Расправляем нашу маску, она легко приклеивается. И находимся с этой маской 15-20 минут, но судя по отзывам, многие находятся с ней до двух часов. Прекрасная маска, мне очень нравится. Я купила 10 таких масок на 10-дневный курс. Смотри, какие у меня ушки торчащие. Шикарные ушки. Наверное, зависит от формы лица, насколько у вас будут оттопыренные ушки, да? Ну, конечно. Ну, в общем, вот с этой маской мы находимся, есть не ходила целый час. Следующая моя находка, которой я очень довольна, это многоразовая силиконовая маска, которая позволяет усилить эффективность глиняных, гидрогелевых, тканевых масок и других. Силиконовая маска удерживает косметические маски от растекания и быстрого высыхания. Конечно, желательно наносить маску и принимать горизонтальное положение, но иногда приходится прерывать релакс, если отвлекают члены семьи или просто необходимо чем-то заниматься, совмещая домашние дела с уходовыми процедурами. Например, я очень люблю тканевые маски, и для того, чтобы было с ней проще находиться в вертикальном положении, силиконовая маска очень выручает в этом случае. Тканевые маски, да, они быстро высыхают и могут открепляться от кожи и сваливаться. Готовые пропитанные тканевые маски я не использую. Я покупаю прессованные заготовки тканевых масок и пропитываю их тваром трав, гидролатом или гиалуроновой кислотой. Кстати, тканевые прессованные таблетки – это еще одна моя любимая находка. В комплекте 50 таблеток прессованных масок. Мы пропитываем эту маску любым жидким составом и таблетка превращается в тканевую маску. Можно опустить несколько заготовок в жидкость, например, в гидролат, и дать время, чтобы они пропитались и использовать по назначению. Вот наша прессованная таблеточка превращается вот в такую маску. Итак, мы пропитали тканевую маску активным составом. Наносим ее на лицо. Под тканевую маску, кстати, можно нанести какую-нибудь сыворотку, флюид и усилить ее действие влажной маской. И затем, для того, чтобы закрепить, мы наносим силиконовую маску и находимся с этой маской положенное время – 15-20 минут. Силиконовая маска не дает нам открепиться тканевой маски, создает эффект окклюзии и хорошо держит форму. В общем, с этой маской мы можем продолжать заниматься домашними делами или помогать ребенку учить уроки. А скажи что-нибудь по-японски. А что, я на гейшу похожа? Я знаю, что знаю. Милая Хоккайда, я тебя хансью, за твою сикоку я тебя кюсью. Девочки, на моем канале есть видео с рецептами тканевых масок. Ссылки на эти видео я обязательно оставлю в описании. А сейчас я хочу рассказать о моих новых домашних процедурах. И первая процедура это фракционная мезотерапия. Многие ее знают как микронидлинг. Эта процедура проводится аппаратом Дермапен. Ее выполняют в условиях косметического кабинета, подбирая параметры и мезопрепараты для решения определенных задач. И чаще всего ее проводят после аппликационной анестезии. Но не так давно появились картриджи с наноиглами для комфортного проведения процедуры даже в домашних условиях. Его контактная поверхность представляет собой стальную пластину, усеянную микроиглами, которая выступает всего лишь на 0,1 мм. При движении картриджа происходит механическое проникновение активных веществ. Вещества проникают в устья сальных желез и действуют там наиболее эффективно, при этом совершенно не повреждая кожу. Поэтому нано-картриджи очень удобно использовать для лечения акне, сибореи, перхоти и аллопеции. Их также можно использовать и для омолаживающих процедур по мезопрепаратам или по аптечным ампульным препаратам, о которых я часто упоминаю в своих видео. Это аскорбиновая кислота, экстракт алоэ или капли таурин или тауфон. Если вам интересно узнать об этом чуть подробнее, ссылку на это видео я оставлю в описании. Но и это еще не все. У меня есть еще одна новинка для домашнего использования. Вот такое приспособление, которое, возможно, многим из вас уже знакомо. Это косметический аэрограф. Наверняка многие из вас слышали о такой процедуре, как барофорез. Это бесконтактная аппаратная методика введения растворов и сывороток в кожу воздушным потоком. Этот аппарат по всем параметрам схож с профессиональным аппаратом. Единственное различие может быть в мощности. Но для домашнего использования мощности этого аппарата вполне достаточно, для того, чтобы увлажнить кожу или распылить на кожу микродозы активных веществ. В резервуар моего косметического аэрографа я наливаю гидролат. Любой. Мяты, лаванды, розмарина или любой другой, на ваше усмотрение, какой гидролат у вас есть. Затем включаем наш аэрограф и начинаем распылять на кожу микродозы живительной влаги. Внедряем их в кожу воздушным потоком. Также можно нанести на кожу увлажняющий крем, затем распылить гидролат для лучшего эффекта увлажнения. Особенно эту процедуру многие оценят в период отопительного сезона. Эту процедуру можно также сочетать и с дермопеном. И сейчас я покажу, как это сделать. Очищаем кожу тоником. И работаем по очищенной коже, распыляя активные вещества на кожу. В резервуар моего аппарата я налила аскорбиновую кислоту. Можно взять экстракт алоэ или глотные капли туурин. Включаем наш аппарат и начинаем распылять. Затем берем дермопен с насадкой с наноиглами. И начинаем по направлению массажных линий вбивать активные вещества. Процедура совершенно безболезненная и не травмирует кожу. По сравнению с классической процедурой фракционной мезотерапии, я бы сказала, даже приятная. Затем распыляем наши активные вещества на другую сторону лица. И продолжаем процедуру нано-перфорации. Эту процедуру можно делать курсом 5-8 процедур в зависимости от типа кожи. Периодичность таких процедур 1-2 раза в неделю. Переходим на зону лба. Наносим наши активные вещества. И продолжаем процедуру нано-перфорации. Здесь мы работаем, удобнее работать круговыми движениями. Прорабатываем каждый участок зоны лба до легкого поразовения. Забыла про наш нос. Можно проработать крылья носа очень хорошо. Проработать область кисетных морщин. Можно поработать подбородочные зоны. И перейти на шею. Итак, мы проработали все зоны лица. Дали составу впитаться. Через полчаса протираем лицо тоником или гидролатом. И наносим крем. У этих процедур также есть противопоказания. При работе с дермопеном первое противопоказание – это аллергическая реакция, если мы работаем с мезопрепаратами или с аптечными препаратами. Второе. При работе дермопеном, пусть даже с наноиглами, мы не работаем по коже с воспалениями и повреждениями при герпесе, дерматитах, а также при вирусных и инфекционных заболеваниях. Процедуру Барафорес не рекомендуется выполнять при обострении кожных и лор заболеваний, а также не рекомендуется продолжительно воздействовать на кожу при холодовой аллергии. Итак, я рассказала о своих бьюти-находках. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Насадки как-то непрофессиональные. Но не так давно появились картриджи с наноиглами. Но... Саш, хватит смеяться. Но не так давно появились картриджи... Сложное слово просто. Чего смеяться? Картридж. Вот картридж сказать легко. Картриджи с наноиглами сложнее. Но не так давно появились... Появились. Но не так давно появились картриджи. Ты же это не вставишь? Конечно!